Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Вредина Лайв. Посмотрела я с горем пополам эту первую часть. Слушайте на скорости. И даже, если честно, не хотелось мне смотреть, кое-где и перематывала. Что хочу сказать? Я не знаю, ребят. Ленка, похоже, покупала всё для себя. Все эти игрухи, безделухи, эту дорогущую приставку, за которую можно было сделать ремонт в Катиной квартире. И вот она будет рассказывать нам сказки о том, что она всё покупает в кредит. Гогосова, кому ты втираешь? В кредит ты абсолютно ничего не покупаешь. Доход у тебя высокий. У тебя два канала. Как ни крути, хомги приносят доход. Потому что на хомках просматривают старые видеоролики. И они приносят неплохой доход. Плюс за твой канал Вредина ты получаешь неплохие бабосы. Поэтому у тебя деньги есть всегда. Просто это у тебя уже болячка в головешке такая, чтобы поберушничать, клянчить деньги. Ну, значит, что Алиса никак не укладывала спать, да? Она уже ждала первого подарочка, потом второго. Первый подарочек – халатик, а второй – постельная с Брау Старс. Ребят, ну это жесть. Она показывает, что у неё в коробках дома есть постельная. И она покупает опять постельная. То бомбаны, то котики, то ещё что-нибудь, то Брау Старс. Слушайте, ну это надо быть какой чукнутой, имея горы постелей мятых, да, сваленных в кучу. И при этом покупать ещё. И я не уверена, что Гогосова стирала эту постель. Ну и, значит, дальше, дальше уже поздравляли все. Там уже и Катя, и Костик, да. И бабка пришла, очередной рюкзак принесла. Этих рюкзаков уже просто тысячи. Ну, дальше была пиньята. Я посмотрела на эту Алису, как она лупасила по этой пиньяте. Это просто какая-то жесть. В её глазах было столько злости, когда она её била. И зачем нужны эти пиньяты? Чтобы разбивать, чтобы оттуда какие-то сюрпризы вываливались. Не знаю. Ну, и ещё у Леночки был квест, да, записочки были. Которые Алиска с таким трудом читала, что пришлось маме Лене подсказывать. Да, слова. Знаете, вместо того, чтобы выдумывать с этой комнатой компьютерную комнату, вот действительно занялась бы сбором в школу. Купила бы отличный школьный стол, школьные полки. Но не игру. Хотя, ну, может быть, Леночке вообще фиолетово, как Алиса, будет учиться. Вообще-то она гения. И тут хочешь, не хочешь, а она просто обязана быть умной. И она будет умной для Гогосовой. Ну, потому что, собственно, Гогосова у нас тупая. Ну, и, значит, что дальше уже по квесту пошли в комнату. Алиса там в первую очередь, она не побежала к компьютеру. Она увидела, значит, эту палатку, залезла туда. Там опять, получается, флаффи-стаффи с эти игрушки, которых было куплено сколько там, три или четыре щипалок. И одну щипалку Алиса щипала, пока в комнате до конца наводили порядок. Ну, а дальше Алису усадили. Да, за комп. Усадили её за игру. Ленка показала, какая у неё крутая сейчас приставка. Просто обалдеть. Вау. Ну, а потом пришёл Серёжа. Да, нарвал с грядки цветы. Ну, или с огорода там. Ну, кто его знает, да. Потом какой-то там у него был шарик, ещё что-то там он подарил Алисе. Обнял, значит, её. Ну, и вау, вау, конечно же, вау. Конечно же, вау, понятное дело, для кого был куплен руль. Синий руль. Ну, не руль, а, короче, пульт, пульт, а не руль. Чтобы Серёжа с Алисой играл. И Костик согласился прямо отдать этот телевизор. Только бы этого Серёжу не видеть. На самом деле, ребят, что-то как-то стали они его мало показывать у себя дома, когда он якобы приходит на ночёвку. Возможно, на ночёвку он уже и не приходит. Возможно, мама его не пускает ночевать. Ну, кто его знает. Хотя мы узнаем. Вот я только сказала про то, что мама его не пускает ночевать. Гогосова тут же его притащит для того, чтобы отчитаться. Значит, мама пускает его везде. Ну, дальше подарки от Кати. Дальше что там? Ну, Костик-то уже сказал, что руль подарил на день рождения. Ну, и дальше уже Алиса, получается, когда Алиса засиделась уже за рулём, присела туда Катя. Ну, да, Кате же тоже интересно. Ну, а чём? Чё бы нет. А вообще, за эту Катю, честно, вот обидно. Сидит она, знаете, вот как падчерица, да, золушка-падчерица, получается, что она совсем не имеет свободы, не имеет свободы выбора. Она никуда не может уехать, потому что надо тусоваться рядом с матерью. Матери нужна помощь Катьке, потому что она подарила Катьке машину. И вдруг Ленке надо будет Алиску на девятиэтажке завести, ну, или Леночку с бабкой по магазинам прошляться. Короче, трэш самый настоящий. Ещё будет вторая часть. Я уж боюсь представить, что будет ещё и третья часть. Ну, хочу сказать, что по телеге, да, я просматривала там фотки, которые Гогосова выкладывала, якобы отчёт, сколько девочек, сколько мальчиков. И я одно понимаю, что она собирала на этой детворы или на девятиэтажках, совершенно незнакомой детворы. Возможно, вообще на своей улице где-то. Но вообще эти все друзья никогда не были Алисиными друзьями. Ну, ежели только Леночкиными друзьями, да. Знаете, такое чувство, что Ленка свою днюху отмечала. Да, не Алискину, а свою. Вообще, самый настоящий трэш. А опять целая куча хлама прибавилась в дом. Ну, несколько коробок точно. Ну, если даже не просто несколько, а коробки три или четыре всякого ненужного барахла. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok